Доброго времени суток! Вы смотрите канал водопроводные фильтрационные системы. С вами я, Гога. В прошлый раз мы с вами разбирали электронный контроллер давления, названием PC19A. Сегодня мы разберем электронный контроллер давления под кодовым названием PC59. На название можете тут не смотреть, они могут быть разные, хотя внешний вид могут быть одинаковый, потому что у китайских производителей их названий много. Мы говорили об электронном контроллере, об его преимуществах и недостатках. Один из недостатков был такой, что если он работает с очень мощным насосом, а выключение у него по протоку, то это создает опасное давление для различных устройств, таких как посудомоечная машина, стиральная машина и многие другие устройства, которые рассчитаны до 6 атмосфер. В этом устройстве, которое мы разберем, эта проблема устраняется. Почему? Обратите внимание, здесь есть такой циферблат, в котором стоит манометр, но это не просто манометр, это еще и показатель настроек его как реле давления. То есть, вот в этом электронном контроллере давления есть две функции. Первая функция, можно включить насос по давлению. Кстати, диапазон давления включения от 0 до 6 атмосфер. Выключить можно двумя способами, либо по протоку, либо второй способ это по давлению выключения, которое можно сделать от 2 до 10 атмосфер. Переключается режим под крышкой, то есть, для того, чтобы переключить эти два режима, как вы хотите либо выключить по протоку, либо по давлению. Снимается крышка, там есть тумблер и переключается. Если у вас выставлен режим выключения по давлению, то в таком случае что происходит? Вы можете настроить выключение давления, допустим, у вас насос давит 10 атмосфер, вы можете настроить давление выключения на 5 атмосфер и прекрасно это все будет работать. То есть, насос будет выключаться на 5 атмосферах, соответственно, вы не будете создавать опасного давления в магистрали и не будете портить свою сантехнику. Причем настроить давление очень довольно таки просто. Здесь есть два настроечных винта. Один для настройки давления включения, другой для настройки давления выключения. Осуществляется это все обычной отверточкой. Обратите внимание, здесь на шкале есть такие два флажка, зелененький и красненький. Зелененький это давление включения, красненький это давление выключения. Ну и элементарно просто, когда крутите винт в какую-то сторону, этот флажок, вот обратите внимание, перемещается. То есть, видите, все делается очень просто. То есть, вам не нужно ловить давление при включении-выключении, как это происходит с механическими реле давления. Очень сложно бывает в настройках. Здесь же можно сделать при выключенном насосе. Просто установить нужное давление включения-выключения и все будет работать. Также это устройство, оно имеет то преимущество, что оно имеет защиту по сухому ходу. То есть, в любом случае, если давление будет падать, устройство выключится. Если давление, ну если работает по протоку, тоже устройство выключится. То есть, и в том и в том режиме защита по сухому ходу присутствует. Также есть автоматический перезапуск. Автоматический перезапуск осуществляется по определенному алгоритму. Алгоритм такой, если насос выключился по сухому ходу, то получается он перезапускает насос три раза в час на протяжении трех часов, потом один раз в четыре часа и потом один раз где-то в районе шестнадцатого часа после остановки насоса. Вот такой алгоритм работает. То есть, рассчитан как на короткое выключение воды, так и на длительный период выключения воды. Ну, пожалуй, конечно, есть недостаток в этом реле по сравнению с тем, что я показывал в предыдущем видео, это то, что нет здесь дополнительной вилки. Там можно было, вернее, дополнительного разъема для вилки, там можно было включать насос непосредственно сразу в контроллер. Но зато здесь уже выведен кабель из самого реле, который идет на двигатель насоса. Ну и, соответственно, вы просто можете вынуть кабель двигателя насоса и вставить сразу этот кабель туда. Почему это хорошо? Потому что бывает, часто портят кабель насоса, отрезают вилку и вставляют само устройство. И это может снимать гарантийное обслуживание с насоса. Потому что, если вы даже попортили кабель на насосе, то это может служить отказом для гарантии. Здесь же этого не обязательно. То есть, вы вилку с кабелем высунули, этот кабель туда вставили. Там у вас вилочка целая, как говорится, родная. Для необходимости ее можно вернуть назад. Что еще находится в этом устройстве? Есть также обратный клапан. Здесь он расположен внизу с подпружиниванием. В предыдущем контроллере там обратный клапан стоял вверху без подпружинивания. Он просто латунный такой, падающий вниз. Значит, что еще можно сказать об этом устройстве? То, что его можно располагать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Единственное, что необходимо соблюдать также при установке некоторые нюансы. Помните, это то, что если последняя точка водоразбора, куда насос давит, имеет больше 15 метров по вертикали, то в таком случае расположение на насосе этого устройства не получится. То есть, нужно будет его поднимать где-то выше по магистрали, ставить, чтобы между устройством и точкой водоразбора последней расстояние не превышало 15 метров по вертикали. Ну и в таком случае между устройством и насосом не должно быть никаких задвижек. Ну и еще как бы один нюанс. Если вы хотите поставить гидроаккумулятор где-то просто как дополнительное устройство, то есть у меня видео, посмотрите, как гидроаккумулятор ставится в паре с таким вот электронным контроллером. Есть определенные нюансы. Я здесь их объяснять не буду, потому что не об этом видео. Ну а так, конечно, электронные контроллеры давления. Это такая тема уже, как видите, довольно таки широкая. Уже практически можно отказаться от механических реле давления. Да, они, конечно, дешевле, но с другой стороны, больше мороки в плане того, чтобы давление выставить и в плане того, что режимы не всегда соответствуют тому, что вам необходимо. Ну и в плане того, что необходимо ставить дополнительное реле по сухому ходу. Здесь это все вместе. То есть это, конечно, преимущество. Плюс вы можете избавиться от гидроаккумулятора, от каких-то дополнительных деталей. Например, не нужен дополнительный еще манометр, пятерник, соединительный шланг. Все это часто тоже выходит из строя. Все это нужно менять. Все это деньги. Все это в одном устройстве. Ну и, опять же, место. Насос в паре с вот таким вот электронным контроллером работает как автоматическая насосная станция и занимает мало места. Это очень положительный такой нюанс. Единственный еще нюанс это то, что если у вас насос не может выдать двух атмосфер на выходе, то такое устройство с таким насосом работать не будет. Это единственное ограничение в этом плане. Смотрите, выбирайте, что вам больше подойдет. Либо с механическими реле давления, либо с таким реле давления. Вернее, это контроллер. Электронный контроллер давления, потому что есть еще электронные реле давления. Пожалуй, на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Если нет, ставьте дизлайк. Пишите свои комментарии, отзывы. Если вам необходимы такие устройства, как электронный контроллер давления, смотрите внизу под видео. Там есть ссылки. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До скорых встреч.